Регламент соревнований, в которых приняли участие 48 школ района, предусматривал разделение участников на три подгруппы. Для выхода в суперфинал ребятам пришлось проделать длинный путь. Команды, прибывшие на заключительные игры, стали победителями каждая в своей подгруппе, проведя по олимпийской системе серию встреч. Зарекомендовали себя сильнейшими сборными, победив кто в семи, а кто в восьми матчах. По правилам финальных игр, три команды, прибывшие в большие веземы, должны были сыграть каждая с каждой. Наставник хозяев поля, перед судейским свистком, объявляющим о начале финальной схватки, прокомментировал свой прогноз на предстоящий поединок. Я думаю, что наша школа выиграет, потому что я оцениваю, ребята наши играют, встречаются во всяких стыковых и товарищеских встречах, за клубные команды, выезжают на товарищеские встречи. То есть наши ребята встречались с нашими соперниками, они откровенно мне говорят, мы их знаем, знаем слабые и сильные стороны их, мы должны выиграть. По результатам жеребьевки первыми встретились спортсмены Ершовской СОЖ и хозяева площадки. С первых игровых минут стало понятно, что борьба будет жаркой. Баскетболисты бесперерывно атаковали, пытаясь навязать противникам свою игру. Но уже к середине первой 15-ти минутки наделся явный перевес в пользу команды больших везем. В результате при общей сумме очков 43 против 52 Ершовская СОЖ уступает более сильным противникам. После непродолжительного перерыва победители первой игры вышли на площадку, чтобы сразиться с командой, представлявшей Одинцовскую СОЖ номер 5. В этом противостоянии двухочковым броском счет открыли игроки, облаченные в красной футболке. Но уже при счете 4-4 цифры на табло сравнялись. В целом динамика второй игры оказалась еще жестче предыдущей. И даже после травмы одного из игроков большевиземской сборной хозяева поля не сдались и доказали, что в этом году равных им нет. У нас сейчас в игре получил травму наш игрок, ну он сначала не смог продолжить. Но потом, конечно, когда видел то, что мы уже не можем играть без него, он понял то, что без него мы уже никак. Победители текущего года рассказали о том, как они шли к этой победе. Ребята занимаются каждую среду на протяжении уже нескольких лет. Впечатления от игры, конечно, очень такие захватывающие. Как-никак шли к этому целый год уже. Это то, чего я ждал. Потому что игроки, соперники были на уровне, очень тяжело далась. Особенно последняя игра, последняя пятиминутка. Специалисты по части тонкости игровых ситуаций отметили большое количество фолов. Если фолить, то можно сесть и просидеть до конца игры. Бывают такие моменты, что садится нужный игрок и без этого нужного игрока игра просто проваливается. Игра за почетное второе место закончилась со счетом 33-28. Победу одержала Одинцовская СОЖ номер 5. Самым результативным игроком по сумме набранных очков признали Артура Минаева. В общей сложности представитель команды, получившей серебро, по итогам дня забросил в кольца противников мячей на 40 очков. Дмитрий Яковлев, Вадим Аверин, телекомпания Одинцова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...